С добрым праздничным днём. Я, кажется, перед выходом неожиданно узнал, что 25 лет уже. Надеюсь, что он за это время как-то смог оказаться вам полезным. Не совсем давно, но в течение последнего времени как-то возникла мысль, как вы воспринимаете образ, когда все эти годы, как уже стало известно 25 лет, я всегда говорю вам, будьте счастливы. Так вот, а как вы воспринимаете, что такое быть счастливым? Я немало говорил о том, что образы это слишком своеобразное явление в жизни человека, под которым очень легко можем подразумевать много-много всего. Ибо даже в попытке сказать о чем-то конкретном, обозначая, казалось бы, очень конкретными словами, и то в представлении у всех, кто соприкасается с этими объяснениями, легко возникают разные образы того, о чем как будто бы говорится. Независимо от объема деталей, упомянутых в этом случае. А когда не является что-то конкретным, а используется в прямую сам образ, где и детали как будто бы никакие не упоминаются, все воспринимают образ как, казалось бы, очень понятное явление. Послушали, обрадовались, хорошее пожелание. Но в голове нет точного образа, нет точного понимания. Я как будто бы желаю вам хорошее, нечто, что я имею в виду, но... А вы? Насколько смогли за это время правильно понять? Насколько само Писание, формируемое уже столько времени, достигшее невероятного объема для Священного Писания? Насколько оно могло понять? И поэтому в этот день мне захотелось немножко уточнить этот образ. Как правило быть счастливым для человека подразумевается как нечто эйфоричное что-то. Он улыбается, он какой-то весь просветленный, он ощущается какой-то легкость, подъем, вдохновение, как будто бы у него нет проблем. Море по колено. Как правило, где-то в этой области вы пробуете искать ответ. Но это не так. Совсем не так. Это больше относится, вон, то, что я сейчас проговорил, образ, к восприятию человека потребителя. Ведь человек в своей жизни движется вперед, опираясь на свои желания. Он желает то, желает это. И он ориентируется на свои желания. Но желание – это чувственный мир. И он, как правило, прежде основано это желание и этот чувственный мир на его инстинктах, его эгоистических основах. И оттенок он изначально задается не совсем тот, который бы следовало преследовать человеку, верующему, устремленному к неким пока еще очень непонятным духовным вершинам. Даже вот недавно мне захотелось коснуться таких сторон, когда и общаясь с женщинами, и с кем-то еще, я пробую упомянуть, вот когда, если позволить вам написать на листочке все ваши пожелания, что бы вы хотели. И они будут иметь одно свойство, как правило, у всех, сколько бы вы ни перечисляли. Это будет что-то для вас. Именно вам бы хотелось иметь, получить, достичь, приобрести, научиться. Но именно вам хочется для себя. А снова будет одна и та же. Женщины или мужчины хотят себе одни хороших мужей, другие хороших жен. Но не звучит вперед, что мне хочется быть хорошим мужем или мне хочется быть хорошей кому-то женой. Это два разных подхода к восприятию реальности. И поэтому ответ на вопрос, как достичь счастья, как стать счастливым, или как можно назвать, как правильно найти дорогу к счастью, настоящему счастью. Эта дорога лежит уже не в плоскости для вас. А в плоскости для кого-то, когда вы живете для кого-то. То есть вы должны научиться быть полезными. быть полезными для окружающих. Когда вы не ищете друзей, когда вы не пробуете рассмотреть ближних, насколько они вам полезны, это больной взгляд. От этой болезни нужно лечиться большим духовным трудом, подвигом. Но когда вы стремитесь быть друзьями, другом кому-то... И тут нужно правильно сориентировать самого себя. Научиться быть полезным и, по крайней мере, начать определять способность свою быть полезным, тут тоже уже нужно быть внимательным изначально. Если вы будете пробовать определять, определять свою полезность, оценивая свои старания, вы не будете полезным. А вы прежде стараетесь именно это делать. Определить свою полезность можно по людям. Насколько им приятно общение с вами. То есть быть полезным по-настоящему возможно только в одном случае, когда вы утихометите, урезоните, как-то так урежете свою значимость. Когда вы научитесь ее перешагивать, попробуете ее не замечать, попробуете не поддаваться ее естественному позыву, примитивному, естественному изначально от природы данному. Потому что значимость – это прежде возможность для человека утверждаться в жизни, в агрессивной какой-то среде. Ему нужно утвердиться, потому что, когда он значим, его могут, он может быть как-то использован, на него будут опираться, ему будут доверять что-то. То есть он начинает какую-то играть интересную роль, видную, и это дает много бонусов жизненных, таких своеобразных. И поэтому хочется быть значимым, хочется сделать что-то громкое, яркое. И в молодости именно это в организме, в психике человека очень действенно проявляется. Человек очень боится, что что-то, может быть, важное пройдет мимо, он так и ничего не поймет, не успеет. Он начинает бегать, кричать, шуметь, как-то демонстрировать, что он что-то значит, и увлекается по жизни дальше, опираясь прежде на свою значимость, которую как будто бы надо утвердить. Поэтому если вы со значимостью правильно изначально не начнете разбираться, то вы не сможете приносить пользу. Стараясь помочь кому-то, вы начнете демонстрировать свою значимость. Вы будете пробовать доказать ближнему, что вы полезны. Неизбежно это будет происходить. Отсюда естественные, легко предсказуемые последствия. Если ближние не будут показывать вам, что вы действительно полезны, и как-то будут выражать какое-то недовольство, не замечать ваши усилия, вы будете обижаться. Вам будет грустно. Вам будет как-то больно, неуютно. Где-то будет даже проскальзывать какая-то озлобленность. Будет некомфортно. И вот это вот именно наличие некомфортности – яркий, явный признак, что вы пробуете доказать ближним свою значимость, свою некоторую якобы полезность. В этом случае вы не пойдете в правильную сторону. Это невозможно будет. Это противоречащее явление. Если вы будете за него держаться, вы неизбежно будете искать виновных на стороне. Если вас не замечают, если вас критикуют, вам будет очень некомфортно. Вам будет внутри все зудеть, вам будет желаться и выскочить из этой компании, где вас критикуют. То есть вам как-то не очень хорошо будет. Но это зудит вашу значимость. То есть в этом случае в вашем всех этих некомфортах, внутренних ощущениях, неприятных вечно будут виноваты люди, которые вас почему-то никак не поймут. Вы такой умелый, вы так много как будто бы можете, а они не понимают безобразники. И вы страдаете от этого. И порой очень трудно вам донести, что подход-то должен быть с другой стороны. Вы же с детства привыкаете двигаться вот так, как сейчас мы уже осветили. Это естественные порывы, которые, как правило, остаются у человека во всей жизни с ним. Поэтому быть полезным, это не демонстрировать свою значимость. Не вынуждать других как-то доказывать, признавать ваши полезности какие-то, которые вы как будто бы являете. А когда вы скромно стараетесь помочь, и вот тут уже понимают ли вас, не понимают, вас нельзя будет расстроить. Вы от скромности вы учитесь помогать, вы учитесь быть полезным. Ну да, ничего, не все может легко получиться. Ну да, не заметили, значит, точно еще пока не получается. То есть правильный подход не позволит вам расстраиваться от того, что вас критикуют ближние. Может быть, поможет вам еще простой образ, сейчас, если так вот на вскидку привести. Ну, бросает баскетболист мяч в какую-то корзиночку там на щите. И вот он пробует, старается все сделать технически грамотно. Так скажите, хороший баскетболист, он как определяется по тому, как он старается бросить мяч, или насколько часто и точно он попадает в корзину? Конечно, при таком вопросе вы как будто бы легко сориентируетесь, скажите, ну, конечно, если он старается, но не попадает в корзину, он не может быть хорошим спортсменом, каким-то баскетболистом. Главное попасть в корзину, и достаточно регулярно, из разных там положений, вверх ногами, или боком, или лежа, спящий, когда он лежит. Вот тогда уже мастер. Он даже не смотрит, а бросил, попал. То есть результат важен, а не то, как он старается, не то, насколько он старается точно сделать каждое свое движение. Так вот, когда вы недовольны ближними, которые вас критикуют, вы похожи на такого баскетболиста, который швырнул мячик, не попал, и стоит, и ругается на корзину. На щит ему, касса щит, как-то неправильно сдвинулся в этот момент. Вы на таких становитесь похожи. Это реальность. Поэтому присмотритесь. В те моменты, когда контактируя с ближними, вас начинают как-то критиковать, какие-то подсказки делают, получать, выражать вам недовольство вашими действиями. Так вот, присмотритесь, как вы реагируете на это. Если вы обвиняете этого человека, вы пытаетесь увидеть в нем как какого-то вредителя своеобразного, который все никак упорно не видит вас, не видит ваших шагов, никак упорно не хочет вас оценить по достоинству. Ну, вы ругаете корзину, как будто бы в этом случае он баскетболист стоит и уперся в эту корзину и грозно смотрит, ругает ее так, ходит обиженный на нее вечно. Ну, это глупая картина получается вырисована. Ну, так не ведите себя глупо. Поэтому будьте внимательны еще разок к тому, как вы реагируете на что-то, связанное с критикой в вашу сторону. Если вы скромны и смиренны, вас это не может обидеть. Вы понимаете, что вам говорят правду, но у вас не получается пока. Ну, вас выругали за то, что вы, пытаясь помочь, уронили там бедро на ногу, вместо того, чтобы поднести, там подать. Человеку уронили, ему больно стало. Ну, он поругал, ну, действительно вы неуклюже что-то сделали. Но это же не унижение. В это реальность вы действительно пока что-то делаете неуклюже. Это не страшно. Это же естественно. Вы учитесь чему-то, значит, начинаете с чего-то, где что-то вы не умеете. Ну, и зачем убежаться на то, что вам говорят, что вы это не умеете. Так вы же действительно не умеете. Почему это вас так расстраивает? Расстраивать, может, только если вы уцепились судорожно за свою значимость. Вот значимости очень не хочется быть таким неумелым и там, и там. Это она начинает вас соблазнять на какие-то ненормальные умозаключения, рассуждения и, соответственно, действия впоследствии, когда вы начинаете предпринимать шаги совершенно неуместные, мешающие вам нормально формироваться. Поэтому, если вы торопитесь ругать окружающих, потому что они вас не понимают, еще раз подчеркиваю, потому что они как будто бы упорно вас не замечают или стараются поставить неудобное положение, чего-то вам запрещают, чего-то не дают, чего вы как будто бы заслуживаете, если вы так негодуете на них и определяете их такими виновниками, вы не идете в правильную сторону. Вы очень сильно заблуждаетесь. и тогда ваши слова о любви и к истине, о том, как вы дорожите истиной, как вы любите Бога и славите, стремитесь Его, это у вас пустые слова. Это больше похоже на слова лицемера, говорит красиво, а в делах сердце полно обиды и злобы. Скромность, смирение, вечное напоминание, которое я делаю вам, когда я проводил образ о полянке смирения, где любая ваша попытка взойти по настоящей пути духовного развития куда-то ввысь может начаться только с этой полянки, которую вы осмыслите, поймете, успокоитесь, возьмете себя правильно в руки, организуете и пойдете. Тогда сможете потом подниматься. Если вы так с этой полянкой еще не подружились, все ваши ощущения, что вы хоть что-то значите и куда-то поднялись, ложные, вы никуда не поднялись, кто-то на палку залез, кто-то на ведро встал, и уже чуть вроде выше встал кого-то, уже начинает грозно брови сдвигать, он писание хорошо знает. это смешно, грустно смешно. Пока вы не слезете с этих предметов, вы не начнете восходить в гору. Тем более, находиться на каком-то предмете, можно временно ощущать, что вы выше кого-то, пока мимо вас проходят те, кто только начинает восходить, вы просто уже запрыгнули на ведерко, на ящичек и уже выше, они еще пока идут, пологий склон, и только через время какое-то вы увидите, что они стали выше вас, а у вас никак не удается на этом предмете стать выше, и пока вы опять не слезете с этого предмета, вы не сможете начать восходить. Разберитесь с этой частью своего существа, быть полезным ближним это и счастье. Когда вы стремитесь быть полезным, вы не ищете благодарности. Люди могут, как бы так, даже те, кому вы действительно по-настоящему полезны, сразу могут и не оценить вашу полезность, но они от вас не уйдут. Даже если как-то время вас разводит, они будут стремиться к вам интуитивно, они будут чувствовать, что вы им нужны, что рядом с вами у них что-то все-таки появляется важное, без чего трудно жить. То есть к хорошим людям всегда тянутся. им не надо себе доказывать как товар, что они такие хорошие. Им не надо ценник выставлять. Их найдут и без всего этого, без всей этой мишуры. Их найдут чутьем, потому что с ними приятно, с этими людьми. Так вот станьте теми, с кем другим приятно общаться, быть. Приятно. Я понимаю, что не всем можно угодить. Есть много разных отклонений непростых, которые долго могут человека штормить. Ему трудно будет найти что-то правильное. Но это уже исключение. В данном случае нет смысла говорить о деталях, которые связаны с какими-то исключениями. Я говорю об основе. Основе основ. А когда будем говорить об исключениях, это будет отдельная тема. Вы будете пробовать разобраться, если что-то окажется непонятным, вы спросите, я поясню. Обязательно помогу. Но основа, от которой надо оттолкнуться, не забывать людей. наблюдайте, как ближним приходится себя ощущать рядом с вами. не торопитесь им навязывать свои мнения, суждения, свои гениальные умозаключения. не надо. Будьте хорошими друзьями. Смотрите на них с пониманием, воспринимайте с пониманием. Ну и если удастся, подставьте плечо, поднесите кружку воды. Ничего не получаю и не навязываю. Стараюсь сделать в нужный момент. Даже если поругают в ответ, что-то не допоймут, это нормально. Вы и дальше будете стараться быть другом для них. Правильно устремленного быть полезным можно расстроить только, если нет кому помогать. Вот если он оказывается необитаемым остром, он расстроится не от того, что он затерялся и теперь его никто не спасет, а ему некому помочь. Он может побегать по острову, но хоть кому-то я могу помочь с этой идеей. Они найдут меня, не найдут такого очень ценного, очень важного, так жить хочется. поэтому, когда я буду опять говорить, будьте счастливы. Готовьтесь к большому труду. Надо потрудиться, победить себя, научиться быть полезным, и вот это ощущать удовлетворение. Вы нужны другим людям, вы нужны им. Это большое счастье. Это трудный путь, особенно в этот период времени, но он истинен. Очень надеюсь, что вы сможете этим правильно воспользоваться. В этом смысл быть верующим, духовно расцветать, становиться человеком с большой буквы, когда именно и происходит истинное становление человека на этой земле. в тишине. А теперь мы соединимся в тишине. приятно иметь тех, с кем есть о чем помолчать. в тишине. в тишине. в тишине. в тишине. на этом завершим. До встречи, друзья. не теряйтесь. Грустно видеть, когда вы порой скользите, тяготеете, потеряется. праздник.